Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Я Андрей Усенко. У меня в гостях сегодня Юлия Приболева, генеральный менеджер отеля «Фор Элементс» Киров. Юлия, вот, да, добрый день. А еще раз неожиданный вопрос задам. Предупреждал, что чистый лист у нас сегодня беседа. А вы из Кирова? Да, я из Кирова. Вот прям коренная кировчанка. Да, я здесь родилась, но, правда, жила 7 лет достаточно долго в Свердловской области тогда еще, и потом вернулась обратно, потому что мой папа был военным, и в то время это было распространено, когда семьи переезжали. Да, ну, поделюсь, у меня такое впечатление, что вы как будто возникли в Кирове вместе с отелем. Не-не-не, вместе с отелем, когда он появился. Как попали в «Фор Элементс» в Хилтон же в свое время еще? В Хилтон в свое время, да. Как это произошло? Вообще вся моя трудовая деятельность, все было связано с персоналом, и специализация моя профессиональная, это была всегда работа с персоналом, управление персоналом. В отеле я попала еще на стадии строительства, когда была объявлена, не объявлена даже, не так. Я увидела, что строится отель, это было очень интересно, сама сфера интересная, для нашего города крайне необычная. Мне захотелось узнать, какие там есть вакансии. Вакансий объявлено не было, нашла руководство, которое тут уже было, их было два человека. И просто обратилась с предложением, не нужен ли им ЭЧАР. ЭЧАР им оказался нужен. И вот как раз за полгода до открытия отеля я уже была ЭЧАРом в этом отеле. И мы набирали весь персонал как раз до ноября 2014 года для того, чтобы мы смогли открыть этот отель. 14-й год, да? 14-й год. И с тех пор вот этот карьерный рост сразу был с одной степеньки на другую или внутри еще? Нет, то есть ЭЧАРом я отработала там полтора года. Все был стат набран, и, казалось бы, уже и работа вся понятна. Сфера мне-то очень нравилась, но хотелось больше дальше, и через полтора года я ушла. Да. Я ушла тоже в направлении управления персоналом, но совсем. В Кирове? В Чапецк. Я ушла в Уралхим. И там отработала почти год руководителем отдела кадров, и ушла оттуда. Ушла просто, потому что совсем другая сфера. Я уже поняла, что привыкла настолько к сфере гостеприимства, что работать в промышленности стало достаточно сложно. Хотя очень крутая организация, я мега благодарна за все то, что они мне дали с точки зрения профессионального развития. Все вернулось, и буквально в ближайшее время поступило предложение как раз от Хилтона вернуться в этот отель, но уже в другой должности, в должности генерального менеджера. Как мне сказала на тот момент моя бывшая уже тогда руководитель, что тебе же очень нравится эта сфера, ты же любишь отели, возвращайся и попробуй. Вообще в отельной сфере практика перехода из HR в управляющие крайне редко. Это чаще всего либо специалисты в продажах, либо руководитель отдела продаж. Ну, то есть это другие направления, такие более финансовые, наверное, да, вот связанные с цифрами. Ну, вот это был тот редкий случай, я очень много потом встречала, раз, такие удивленные взгляды на себе, когда мне говорили, что я из HR вышла в управляющие. Ну, да, вот такое случилось, получилось, и, как я вижу, в общем-то, хорошо. Ну, про HR поговорим еще, мне кажется, это такая бывших не бывает, что называется, история, да? Конечно. И поговорим чуть позже про ситуацию тогда и ситуацию сейчас. Что для вас сфера гостеприимства? Вот я люблю задавать своим гостям вопросы про банальные, вернее, такие устоявшиеся фразы, которые мы произносим, и нам кажется, что мы, ну, само собой разумеющиеся, да, сфера гостеприимства. Вот для вас что это такое вообще? Что такое гостеприимство, и какой смысл вы в это слово вкладываете, и вот что вы в нем ощущаете? Мы сами задаем этот вопрос всегда своим сотрудникам, но часто вот эта тема, и каждый раз я себе задаю вопрос, мне на это смотреть как профессионалу или смотреть как человеку просто? Как будто бы это разное, но, в общем-то, нет. С точки зрения профессионала это навык, это умение создавать такие условия для всех тех, кто к вам приходит в гости, да, гостеприимство, то есть это такое умение встречать людей таким образом, чтобы они чувствовали себя максимально желанными в этом месте. Точно так же можно расценивать гостеприимство и дома, когда гость к тебе приходит, и он чувствует, он знает, он чувствует, что ты его ждешь, что ты рад ему, вне зависимости от всего того, что происходит за пределами этого места, где вы встречаетесь. Вот это вот очень такой, скажем, тонкая грань, когда ты это делаешь искусственно, и когда ты это делаешь настолько естественно, что гости, приходя, знают, что их ждут, и, в принципе, для этого ничего не надо делать. И вот привожу тоже пример иногда, когда приходят ко мне по работе люди, мы встречаемся, и все говорят, боже, у вас так всегда спокойно, так прекрасно, такая атмосфера, вот это как раз показатель, когда создается именно атмосфера того, что ощущения, что тебя ждут, ты любишь. Слушайте, ну вот вы не произнесли это, и слава богу, потому что я ловил иногда людей, которые говорят о сфере гостеприимства, я говорю, что такое гостеприимство? Ну это, говорит, ну вот когда к тебе приходят и чувствуют себя как дома, я говорю, слушайте, у меня какой-то разрыв в шаблонах, в терминах гостеприимства, это для гостей ты принимаешь, как дома себя чувствовать, это другая история. Как учите этому? Ну это самый сложный вопрос. Я знаю. Если бы все знали, наверное, все было бы очень легко и просто. Ну давайте разберем по частям. Этому можно научить? Этому можно научиться. Это навыки или это отношения? Это, в первую очередь, это желание вообще находиться в этой сфере. То есть есть люди-интроверты, экстраверты, все это мы знаем. И как будто бы казалось бы всегда, что экстравертом проще. Да, ну вот то есть я люблю общаться с людьми, мне все это нравится. И как будто бы мне несложно улыбаться, но когда ты, одно дело, когда ты это делаешь, выходя на мероприятие, да, там, повстречаться с группой людей. Другое дело, когда ты делаешь это профессионально, выходишь на работу и всегда улыбаешься. Не потому что, даже не потому что у тебя хорошее настроение, а потому что у тебя такая работа. И научить этому можно, но в нашей сфере чем она? Особенно тем, что должна быть создана в коллективе уже такая атмосфера, чтобы человек, приходя, мог расслабиться, чувствовать себя защищенным, уверенным, вот настолько спокойным, чтобы работать вот с этой улыбкой. Потому что, ну, в первую очередь, все равно, какое бы у нас общество информационное ни было, вот эта вот улыбка человеческая, она много значит, и мы не сможем от нее отказаться. Именно она показывает радушие и радость нашу, да, при встрече с человеком. Поэтому все равно мы сотрудников учим, что вы рады меня видеть, давайте улыбнемся друг другу. То есть это, грубо говоря, учим, но учим как? То есть если мы выходим в зал, в гостевой, да, то и сотрудники видят, что мы улыбаемся, мы, я говорю про менеджмент отеля нашего в частности. И то есть мы должны быть всегда в таком настроении, состоянии, настолько уравновешены, чтобы у сотрудников создавалось вот это вот чувство вот такой постоянной гармонии в коллективе, когда ты можешь выйти и улыбаться, выполняя все прочее абсолютно банальное на своей работе, там, не знаю, от заполнения бумаг до выдачи там тарелок, до уборки посуды и любое. То есть вот это вот должно быть создано такое очень ровное, такое уравновешенное настроение. Улыбка включена в чек-лист? Улыбка – это профессионально, это, да, она включена всегда везде. У нас в чек-листах, по которым мы работаем, есть такое, это внешний вид, да, и вот атмосфера. То есть как бы мы всегда помечаем, что все хорошо. Слушайте, а сколько человек работает? Сколько коллектив отеля? Вот большая же часть не видна посетителям. Ну, ресепшн, ну, в ресторане, все знают, что, ну, есть горничные, есть что-то еще. У нас работают около 80 человек. Это на… Это отель и ресторан, да, то есть, ну, вот всегда таким образом считаем. Ну, то есть смену примерно это будет человек 50, может быть, чуть поменьше, чуть побольше, в зависимости от того, какая загрузка в отель, ну, там много факторов, которые… А сколько номерной фон сейчас его… 102 номера. А по гостям? Это считается средним отель. Ну, по гостям в зависимости от того, насколько… Ну, максимально 100-150. Мы заселяли больше 250 человек, то есть это были такие прецеденты, но… 100 номеров? Вы понимаете, да, что номер можно… У нас есть ролик, в котором мы показываем, как можно разместить там 6 человек в номере. Это, конечно, искусство отельеров. Есть разные гости, которых устраивают разные условия. Ну, то есть бывали такие ситуации, когда-то было больше 200 человек. Это очень много, конечно, для нас. Это всегда нас заставляет бодриться. Такая мобилизация. Мобилизация всех сотрудников, всех сил, да. Это интересный такой вызов в работе. А сколько в этих 80 или там, ну, линейный персонал и менеджмент? Менеджмент примерно 20 человек, все остальное линейный персонал. То есть в любом случае вся работа делается теми, кого мы в них не видим. Ну, конечно, это же все равно это руки. В основном это руки, улыбка, голос. Здесь вот не заменишь ничем. Текучка кадров. Вот давайте все-таки к вашей такой вот этой изначальной профилизации, да, вот этот HR. Текучка кадров есть сейчас? Есть. Большая? Трудно оценивать сейчас. Очень меняется рынок труда, очень сильно. И надо рассматривать всегда отдельно этот отель и ресторан. В ресторане все города сейчас кричат о том, насколько плохо, насколько тяжело. Да, действительно, очень искажена вообще вся мотивация персонала. Очень сложно набрать, удержать. Но при этом открываются, как вы видите, новые рестораны. Естественно, они дают высокие зарплаты, чтобы привлечь к себе людей. И это очень сильно меняет ситуацию на рынке. Конечно, да. Рынок сейчас абсолютно, нельзя говорить, наверное, так, неадекватен. Он такой, какой он есть. Но он очень сложный, его очень сложно прогнозировать, анализировать и подстраиваться под него настолько быстро, как он меняется. Что касается отельной сферы, здесь все более-менее стабильно. Но надо понимать, что эта работа тяжелая. Это реально тяжелая работа, как бы нам ни казалось. И какие бы фильмы вы ни видели, как прекрасно и легко порхают горничная по номерам с какой-нибудь метелочкой и убирают легко пыль. Все это не так. Все это делается за всем. После шести человек в номере уже тут... Да хоть после одного, знаете ли. Это реально тяжелая работа. И, конечно, сейчас очень много обстоятельств, которые влияют на отношение к такой занятости. И поэтому тоже люди остаются, работают. У нас прямо по горничным есть определенное понимание того, четко те, кто у нас остается. Бывают разные исключения, но абсолютно... То есть... Ну вот как специалист все-таки по кадрам, а теперь управленец высокого уровня. А что за ситуация с кадрами? Что происходит вообще? В стране или в сфере? Ну нет, в стране это же касается всех, на самом деле. Очень много факторов, на самом деле. Вот мы, бывает, с нашим HR сейчас садимся, и мы просто смотрим объявления, мы не понимаем, что происходит на рынке. То есть мы куда-то ушли не туда. Ну мы имеется в виду, мы конкретно как отель. Потому что скачут зарплаты, там все прочее. Ну вот, как я уже объяснила, то есть на сейчас очень много же политических процессов замешано в этом. Их анализировать, наверное, мне будет сложно. Ну, сложно. То есть мы видим рост цен, да? Рост цен, люди сразу же ждут, ожидают повышения зарплат. Ну, вообще однозначно. Но эти процессы очень сложно связать. При этом повышение зарплат не связано с повышением качества труда. Нет, то есть просто нужно повысить зарплату. И как будто бы мы даже их понимаем. Ну, то есть понятно, цены растут. И раньше там эти 40 тысяч это были, ну, такая нормальная зарплата. То есть сейчас это в принципе несовместимо с жизнью. Ну, это пример, это вообще не про цифры. Вот. И поэтому сейчас, когда мы привлекаем людей, то есть мы сразу спрашиваем, сколько хотите, сколько вообще, как вы, что для вас нормальная зарплата. Потому что сейчас это очень сильно искажается. Очень сильно изменяется, так как очень много социальных выплат по разным направлениям, которые влияют на отношение людей к деньгам. Вот эти вот большие суммы, получаемые вдруг откуда-то по разным причинам, они показывают, что можно не вкалывать, а просто находиться дома. Да, и ничего не делать. Тоже это сразу же минус прям большое количество наших сотрудников, вот именно из нашей сферы. И так далее. И несмотря вот на эту сложную ситуацию на рынке, рост цен на любые, на продукцию, на сырьё. И при этом открываются новые заведения. Ну, вот не так много открываются отелей, конечно, как много открывается ресторанов. Те, которые, видимо, задумали открытие ещё, может быть, до каких-то событий, открываются. Работать надо, окупать вот эти вот все затраты надо. Получается, поставят высокие цены, привлекают к себе время на людей. Это снова искажает рынок, и начинается вот такая миграция. Пока это какая-то гонка за кадрами. Да, за кадрами, в смысле, за людьми. И вообще в непонятном, с непонятным успехом, с непонятными, в непонятном направлении. Каждый день у нас начинается с того, что мы перечисляем, какие у нас есть вакансии, что мы делаем уже конкретно. И все те инструменты, которые применялись раньше и давали хороший результат по привлечению персонала, вообще ничего уже не дают. Вот непонятно, нигде искать, никак привлекать. И вообще, что людям на сегодняшний день надо, очень сложно. Ну, поменялись ценности. Мы практически с любым предпринимателем или руководителем, который у меня в студии бывает, тема персонала так или иначе возникает. Потому что, на самом деле, я всегда говорю, что сейчас уже ни проверки, ни налоги, ни экономики, ни что-то еще. Кадры, кадры, кадры. Ну, вот поделюсь с вами информацией, которую подняли совсем в рамках ТПП не так давно. Мы взяли статистику по полувозрастному составу. Ну, то есть, какого возраста, сколько людей в Кировской области сейчас проживает по состоянию на 1 января. Вот хочу вам сказать, что 23-летних молодых людей и девушек в Кировской области в два раза меньше, чем моего 45-летнего возраста людей. В два раза меньше. То есть, мы, к сожалению, вот эта демографическая яма, я вас хотел спросить, какой выход. Но я сам понимаю, что выхода какого-то решения нет. И несколько лет мы будем в ней существовать. Но не будем о грустном. Все-таки есть много приятных моментов, которые хочется обсудить. Кто гости? Индустрия гостеприимства, сфера гостеприимства. Кто эти гости? Как? Но только не общими словами. Вот как в миссии записано. А вот на самом деле, кто они? Кто они? Вот эти вот командировочные, артисты. У нас загрузка 100% им. Кто эти люди, кто к нам в Кирове ездит? И каждый раз меня вот там где-то спрашивают. Кто хоть селится в Кирове? Я говорю, вы даже не представляете. Очень много семей. Вообще очень странно. Вот этот внутренний туризм, про который мы говорим. Но я реально говорю, да, внутренний туризм развивается. Людям нравится сейчас ездить по стране. Кто-то вынужден ездить по стране. Потому что не может. Ну, потому что не может. Боится, не хочет, не рискует. Ограничен выезд. Ну, там масса причин. А кто-то искренне интересуется. А кто-то искренне интересуется. И реально сейчас есть такие люди, которым просто интересно приехать на Живот. Сколько их примерно? Сейчас их стало прям сильно больше. Вот яркий пример. Если раньше в январские праздники мы стояли, ну, такие полупустые. Ну, потому что, ну, кто в Киров поедет в январе? Господи, что тут делать? То сейчас мы всегда загружены. Очень хорошо. Вот кто эти люди? Ну, это половина всех ваших гостей. Ну, это уже половина. А раньше их было прям процентов 10, может, 15 вот этих семей. То есть, и как-то вот эти семьи такие, о, приехала семья с детьми. Это такое было. Ну, как-то вот прям внимание такое. То сейчас это уже вообще абсолютно нормальное явление, когда приезжают люди с семьями, с собаками. Тоже надо понимать, да? То есть, с собаками это вот какие-то такие путешествия на машинах. Вот. Но в любом случае, как бы не уходил от нас бизнес, все равно люди ездят в командировки, все равно они живут в отелях, все равно это нужно. И с большим удовольствием живут, потому что, опять же, выезды ограничены, да? Сейчас стали. Но вот эти путешествия по стране очень даже приветствуются. И поэтому, несмотря на то, что даже предприятий меньше стало тех, в которые приезжают командировочные, никуда это не делось. Иностранцы? Иностранцы. Меньше. Другие страны, другие направления, но они есть. А какие? С кем сталкивались? Ну, вот последние из самых ярких, но это весь город слышал, что приезжал Парагвай, и как раз они заключали, ну, общались, вы же знаете, наверное, да, вот эту всю тему. Ну, то есть, вот пример, есть итальянцы, китайцы, и разное. Ну, то есть, есть в городе, да, тоже каждый раз, зачем они сюда приехали? Как меняется отель вот с изменением этой аудитории? То есть, ну, одно дело командировочное, которое, ну, переночевать, по большому-то счету, да, ты там утром ушел. При очень таких высоких требованиях, да, командировочных? Нам же надо отдохнуть в командировке. Вам едут как в Хилтон до сих пор, мы же так и говорим, что, а где у вас остановиться? Ну, вот там, а, это Хилтон был, да, да, хорошо. Понятно, что ожидание, но все равно это же там, ну, только переночевать, как правило. Семейно это все равно другое, это попозже проснуться, пораньше прийти, там, может быть, вот как отель меняется в связи с этим, как работа меняется. Мы сориентированы сейчас на детей, очень внимательно к ним относимся, то есть, у нас даже есть стойка регистрации для детей, когда ребеночек может подойти, заполнить свою регистрационную карту, конечно, она несерьезная, но это очень приятно, и детям же очень нравится, там, вот тем, кто... Как взрослым почувствовал, да. ...пусть что-то может, да, нацарапать на бумажке, там, свои сделать пометочки в регистрационной карте, там, для них, и дальше уже по всему уже пути пребывания гостя, вот этого маленького в нашем отеле, то есть, у нас есть везде ступеньки, лесенки, специальное, там, приспособление для детей, есть наборы косметические для малышей, халатики маленькие, тапочки маленькие, все это мы приобретаем, потому что для родителей ребенок это самое дорогое, и внимание к ребенку это, в первую очередь, внимание к родителям тоже. Все это очень ценится, нам и самим нравится, как дети на это все реагируют, и, конечно, на праздники, и когда Новый год, и все, мы всегда продумываем всю детскую политику, что будем дарить, когда будем, как это все будет выглядеть, нам нравится, когда детки приезжают с родителями, ну, то есть, все те атрибуты такого приятного детского отдыха мы постараемся использовать и как-то вводить в работу все, что можно, по пожеланиям гостей. Было кроваток у нас две, вот сейчас понимаем, что нужно больше, вот малышовых совсем. Сейчас у нас их побольше мы уже приобрели, и поэтому по запросу все выдаем. Слушай, я спрошу, ну, тоже давайте по-честному, да, а что изменилось после ухода Хилтона? Ну, или из-под Хилтона? Это же была франшиза. Это была франшиза, да. Там от нее, как бы, отказались, ее прекратили. Что изменилось? Сложный был период, потому что мы... То есть, Хилтон — это такая поддержка, сразу скажу, вся франшиза, в любом, мне кажется, деле, какой бы он ни был, это такая поддержка, и тебе не надо ничего думать. За тебя все придумано. За тебя придумана маркетинговая политика, за тебя придумана вся политика работы с гостями, и у тебя есть полная база того, как работать. Вот все инструкции, все-все-все. Хилтон ушел. Мы остались одни, как будто бы, ну, что мы же все знаем, мы имеем, а что же что-то сложного такого, все же понятно, но ничего подобного. Мы стали самостоятельным брендом, которому пришлось придумать все. Все, самим придумывать маркетинговую политику, самим придумывать все стандарты. И сколько бы мы не вспоминали про то, как классно с Хилтоном, мы понимали, что вот этого, вот этой философии, вот этого света, как бы его нет реально, потому что, ну, это было прям очень тяжело. Все, то есть разными путями, это был вообще непростой и достаточно длительный период, то есть отель стал самостоятельным, но благо мы не одни нас, три отеля под этим брендом, в Екатеринбурге, еще и в Перми. И то есть сообща, мы выработали все свои новые стандарты, новое правило, конечно, основываясь на своем опыте, но это никто не запрещает использовать, но нам пришлось перестраиваться абсолютно по-другому. Маркетинг был другой. При Хилтоне было много ограничений, что как будто бы казалось бы минусом, но вы знаете, для людей, ведь чем больше ограничений, тем проще жить. У тебя нет выбора. Правила же придумывают для того, чтобы чувствовать себя уверенно. Да, и это так спокойно. А у тебя потом этих ограничений не становится. Ты как будто бы можешь делать... Выбор — это вообще самая главная проблема для человека. Да, и ты как будто бы можешь делать все, что хочешь, но это надо... А что? Но ты не знаешь, а что нужно. Да, во-первых, не знаешь, что. Во-вторых, ты не понимаешь, это надо делать сейчас на рынке? Вот это тоже был такой очень-очень сложный момент для нас, но выстояли хорошо. И вот скажу тоже гигантский плюс того, что тогда мы отказались от Хилтона и стали самостоятельным брендом, когда после определенных событий у нас стали уходить все отельные сети из России, да, снимать вывески. Ну, там все это разные процедуры были. И отели замерли в состоянии, что будет дальше. И пришлось всем массово и практически одновременно либо менять имя, либо менять вообще практику работы. А у нас уже это все было сделано гораздо раньше и гораздо по другим, и совсем по другим причинам. И в этом отношении вот мы просто выдохнули и сказали, слава богу, что это случилось тогда, а не сейчас как-то все. А Хилтон ушел или остался? Есть отели под брендом Хилтон, но там все надо рассматривать очень индивидуально. Это была франшиза, не франшиза. Все отели, которые работали как бы в собственности, то есть собственность Хилтона, они, конечно, не работают как Хилтон, но, скорее всего, им запретили. Я не могу сказать, потому что я только так в подголоском знаю от знакомых, кто работает в этих сетях, всех, кто франшизные отели, то есть там уже на совести, наверное, собственников, управляющих, как они с этим справлялись, как они менялись. Вариантов вообще море. Вот то, что я вижу, что в стране происходит, потому что знаю много этих отелей. Ну, я про страну говорю сейчас. Вариантов вообще развития событий было очень много. Очень много вы увидите вывесок. Ну, вообще далеко ходить не надо. И в Казани Double 3 остался, и живет, и существует. Как это все происходит? Но на самом деле, понимая вообще политику, ну, возьмем вот этот же Хилтон, когда они уходили, то есть с отелями, с которыми были такие прочные взаимоотношения, то есть они даже помогали перейти в другой бренд, прям даже это было целое, им в том числе материальная помощь. Да, все прям сопровождали, да, это было все очень корректно сделано. А те, кто не хотел, ну, ушел Хилтон и все, ну, им как бы и наплевать. Ну, и что тут со своей вывеской Хилтона? Вроде бы, ну, и стой. И все. Прервемся ненадолго, вот завершим историю Хилтона, да, и продолжим после рекламы уже новейшую историю обсудим. Нет, переключайтесь, программа «Разговор по делу», вернемся в студию через несколько секунд. Авторский проект Андрея Усенко. «Разговор по делу». Возвращаемся в студию, «Разговор по делу». Поведу я, Андрей Усенко, в гостях Юлия Приболева, генеральный менеджер отеля «Фор Элемент» Киров. Завершили историю с Хилтоном. Я думаю, что не буду даже спрашивать, жалеете ли, не жалеете. Все было сделано правильно. Заходить в Киров с Хилтоном было классно. Продолжать работать самим тоже замечательно. Что такое гостиничный рынок Кирова сейчас? Мы готовимся к 650-летию, мы ждем туристов. При этом Юлия говорит о стопроцентной загрузке. Мы их куда ждем? Вот у меня иногда возникает вопрос. Мы их сейчас будем звать изо всех сил, а куда селить будем? Что с рынком? Какие взаимоотношения? Вот вы как профессионалы этой сферы, что можете по Кирову в целом сказать? Что сказать? Ну, я хочу сказать, что последние два года, в принципе, отели, когда мы встречаемся, мы не скажем, что у нас очень такое активное сообщество отельное, но мы общаемся между собой. Оно есть. Оно есть. Мы общаемся, скажем, ну, все-таки достаточно активные, мы знакомы между собой. И не затрудняет, там, несложно позвонить, что-то спросить или там обсудить. Последние два года, в общем-то, когда ты звонишь и спрашиваешь, как у тебя дела, все говорят, все супер. То есть все супер, это значит, грузятся все хорошо, настолько хорошо, насколько это устраивает собственника, либо управляющего. То есть, по идее, у нас как будто бы все и хорошо. Но при этом мы видим, что нет строительства новых гостиниц, да, как будто бы рынок насыщен, его хватает ровно на то количество людей, которое и есть. Поэтому, когда нам этот вопрос задали в понедельник, в другом месте немножко о том, как мы будем селить людей во время 650-летия, то давайте об этом думать вместе. Потому что реально, то есть загрузка отеля на сегодняшний день, конечно, мы готовы грузиться 100% на каждый день. Мы готовы это сделать. У нас тут на 140, видимо, да, у вас тут получается. Нет, это будет 100 там при проживании в номере нескольких людей. Вот. Сколько мы сможем максимально загрузить в городе, насколько больше, кроме тех, кто обычно к нам приезжает, очень сложно сказать. Вот сейчас как раз все структуры и дирекции что-то поселить. Пытаются посчитать. Да, то есть это надо посчитать, потому что есть статистика по местам размещения, есть количество этих же кое. Конечно, не очень учтен рынок квартир и всего сдаваемого, жилья, но тоже какой-то он же поддается аналитике. В любом случае, все считаем, смотрим, кого мы можем позвать. Сказать, что это прям раз в пять больше, чем то, что мы принимаем, вообще нет, ни разу нет. Потому что, ну, не смогут отели столько подгрузить. Потому что, говорю, на сегодняшний день загрузки хорошие в отелях. В чем преимущество Кирова, с точки зрения вас, как управленца в отельном бизнесе, в чем плюсы для вас? И чего не хватает? Один из основных плюсов небольшого города в том, что я знаю практически всех людей, с которыми приходится контактировать, то есть я знаю очень многих лично. И вот этот вот, как бы, хорош ли, плохо ли не был вот этот институт знакомства, вот в нашей ситуации, он реально играет очень хорошую роль, но не потому, что мы этим пользуемся как-то, в корыстных целях, нет. То есть когда у нас, допустим, идут определенные изменения, либо что-то, то есть либо мне звонят, либо давайте заселим вот этих людей при определенных условиях или что-то. Вот этот институт знакомства, который в городе нашем прям очень сильно развит, у нас он в хорошем смысле нам очень помогает. Потому что в больших городах это совсем другие категории, другие расстояния, другое количество людей, участвующих в процессах, это бывает гораздо сложнее. Либо организовать, либо согласовать, либо узнать какие-то там вопросы, нюансы, там посоветоваться даже. Это раз. Но с другой стороны, наш Киров, он, ну вообще именно Киров, он такой более сдержанный город, в отличие от городов, которые привыкли работать в гостеприимстве, он такой очень сдержанный, он такой, ну, был, по крайней мере, да, вот, ну, скажем, не знаю, в этом году немножко меняется все. Такой более закрытый, очень такие замкнутые отельеры. Сейчас мы пытаемся общаться, ну, вот такой уж компанией, вот где мы собираемся, там все, вино пьем, обсуждаем наши проблемы. Нет, такого ничего вообще категорически нет. Мы можем встретиться, очень сухо поговорить, так каждый понимает, что вот лишнего ничего сказать не надо. Такое очень-очень сдержанное наше сообщество. В других городах, насколько я знаю, есть прям очень бурные такие, да, и активные сообщества. Конечно, это города более туристические, где, скажем, это одна из непоследних сфер профессиональных. Может быть, просто больше активности, может быть, более активные люди. Ну вот есть, я вижу такое отличие, вот оно яркое. Да, сказать, что у нас как-то это все сложно, нет, наш рынок понятный, в нем, в принципе, работать в отеле очень даже, даже несложно. Буквально 4 минут у нас остается. Два вопроса, которые хочу спросить. Смотрите, вот вы как, опять же, человек из сферы работы с персоналом, сейчас управленец, меняется отношение к персоналу у гостей. Помните вот эти истории 90-х, когда вырвавшиеся на свободу вот эти возможности привели к тому, что мне не нравилось, мне до сих пор не нравится, когда демонстрируются какие-то свои самоутверждения через отношение к персоналу. Меняется, вот вы внешне, внутри видите эту картину, люди меняются, что происходит здесь? Как раз вчера эту тему обсуждали. Всегда есть такая доля гостей, которая как раз использует персонал в службе, в сервисе и каким-то образом вот реализует свои собственные, ну там, не знаю, как это назвать даже. Детские комплексы. Ну да, возможно. Нельзя сказать. Гости стали более капризными, да, они стали более капризными, более требовательными. Хорошо это или плохо? Для нас, наверное, даже хорошо, потому что это заставляет нас быть собраннее, работать всегда максимально на профессиональном уровне. Это, наверное, даже хорошо. Ну, меняется, меняется очень сильно рынок и меняются гости. Сейчас, если, допустим, раньше мы могли сказать, а завтра будет так, сейчас вообще ничего не можем сказать. Не предсказуем? Вообще не предсказуем. Слушайте, а что гости говорят о Кире? Ну вот вы, наверное, сама общаетесь с гостями, знаете их впечатления, отзывы. Вот тех людей, которые там, ну, например, в первый раз приезжают, или те, кто ездит, ну, периодически. Первая фраза, не ожидал, что у вас настолько комфортно, настолько уютно. Я каждый раз задумываюсь, да? Действительно так? И всегда хорошее впечатление. Но редко-редко, когда какой-то гость может сказать что-то отрицательное. Конечно, мы, встречая гостей, мы стараемся показывать максимально и вот нашу теплоту, вот этот уют нашего города. Гости это видят, и причём очень хорошо чувствуют. Очень нравится компактность города, очень нравится вот это соседство старого центра, да, и новых построек. Гостям нравится наш город, то есть что продавать есть. То есть мы можем... Нам есть куда приглашать, нам есть что продавать. Весь вопрос в том, что мы такие чуть-чуть отстаём, как будто бы от внешнего мира. Мы сами в себя не верим, мне кажется. Как будто бы, да. И почему-то мы показываем всегда Кировскую область, как вот такой вот очень-очень провинциальный город. Ну, неправда. Всё у нас хорошо, мы такие, мы никуда не торопимся, мы очень гостеприимны, мы такие очень спокойные. К нам все приезжают из Москвы, у меня такое впечатление, что даже в командировке все к нам приезжают отдыхать. Приезжают, отдыхают. Выдохнуть, отдохнуть. Да, выдохнуть, отдохнуть, вдохнуть. Короткий совсем вопрос. Третий нам удалось. Есть ориентиры в той индустрии, в которой вы работаете, вот для вас такие профессиональные, или цели, которые сейчас перед собой ставите? Куда движетесь? Лично я? Ну, вы как управленец... Мы как отель. Вы как управленец этого отеля. Наша задача вот в этом меняющемся рынке удерживать лидирующую позицию, на которой мы сейчас находимся. И, в общем-то, наверное, и все. То есть поддерживать свою управляющую компанию, которая нам очень сильно помогает. И мы будем рады, наверное, если в нашей управляющей компании появятся еще отели. Ну, что ж, на этом мы будем завершать тогда. Этого я вам и желаю. Сохранять лидирующие позиции и показывать гостеприимство города в полной его мере. У меня в гостях была Юлия Приболева, генеральный менеджер отеля For Elements Kirov. Это была программа «Разговор по делу». Спасибо. «Разговор по делу».